Это новый BMW M5. Первый в мире автомобиль подобного рода от подразделения M компании BMW, потому что в нем есть что-то совершенно уникальное, что вам может понравиться. О, да. Или не понравится. Чтобы помочь вам выяснить это, мы пробежимся по ключевым характеристикам этой машины, сравним их с предыдущими M5 и с основными его конкурентами. Мы также поговорим о визуальных усовершенствованиях очень-очень широко, изменениях в интерьере. Я в восторге от этого. И, конечно, об улучшенной ходовой, которая, как утверждают инженеры BMW, гарантирует, что это правильная M-ка. Сделаем это. Все мы уже знаем, что это автомобиль с подключаемым гибридом. Об этом сообщала компания BMW. Ходило множество слухов, и да, так и есть подключаемый гибрид. Но мы не знаем точно, что именно находится под капотом. Не уменьшился ли его размер? Что ж, давайте выясним. Открываю с трепетом. О-о-о, да. Судя по крышке двигателя, похоже, у него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что-то я этому не доверяю. Посчитаем катушки зажигания. Сложно разглядеть. Четыре с этой стороны. Так, а с другой стороны? Да. Четыре с этой стороны. Тут две турбины. Это V-образная восьмерка объемом 4,4 литра с двумя турбинами, которая устанавливается на модели XM и X5M. Подобно XM, машина оснащена восьмиступенчатой АКПП и электромотором. Двигатель выдает 585 лошадиных сил и 750 ньютон-метров момента. А вот электромотор имеет мощность 197 лошадок и 280 ньютон-метров момента. Вы не просто складываете эти цифры, чтобы получить общую мощность. Сумма получается меньше из-за сложности объединения мощностей. Но общая мощность двигательной системы этого автомобиля составляет 727 лошадок, а момент — 1000 ньютон-метров. Вот сравнение мощностей и моментов всех представителей предыдущего поколения M5. В общем, знаете, тут все хорошо. Чем больше мощность, тем лучше. Мы все это знаем. Хотя, очевидно, одна проблема. Эти подключаемые гибриды обычно тяжеловаты из-за батарей, электромоторов и всего такого прочего. И этот автомобиль не исключение. Его вес составляет 2,4 тонны. Это на 500 килограмм больше, чем M5 предыдущего поколения. Ничего хорошего. А еще он более чем на тонну тяжелее самого первого M5 E28. Вот сравнение веса автомобилей всех предыдущих версий M5 с 80-х годов. Если говорить о разгоне по прямой, то увеличенный вес — это не проблема, если хватает мощности. Вот где имеет значение отношение мощности к весу. Теперь давайте сравним коэффициенты отношения мощности к весу всех предыдущих моделей M5. Как можно видеть, отношение мощности к весу M5 фактически хуже. У этого нового поколения гибридов. И все это влияет на время разгона автомобиля до 100 километров в час. BMW утверждает, что эта новая версия M5 разгоняется до сотни за 3,5 секунды. А автомобиль предыдущего поколения достигал этого за 3,3. А модель CS, более легкая и на 10 лошадей более мощная, разогналась за 3 секунды. Однако мой опыт говорит о том, что BMW обычно лукавит. И автомобиль ведет себя лучше, чем заявляет. Поэтому будет интересно посмотреть реальное время ускорения этой машины. И я узнаю это совсем скоро, когда буду делать обзор. А чтобы вам не пропустить это видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы включить уведомления. Так вы будете в курсе моих новых видео. Впервые в истории M5 автомобиль нового поколения не такой быстрый, как его предшественник. Я знаю, что некоторые из вас, фанаты BMW, сейчас могут сказать, «Вау-вау-вау, подожди, подожди, мужик». Это ведь обычная M5. Двигатель выдает 585 лошадок, но зато в предыдущем поколении была представлена гоночная версия Competition Edition, мощнее на 25 лошадок. И, конечно же, если бы это тоже была гоночная версия с ДВС мощностью более 600 лошадиных сил, то она была бы быстрее, с лучшим отношением мощности к весу. Очевидно, нет никакой гоночной версии этого автомобиля. Вот и всё. Может быть, будет выпущена модель CS или что-то вроде того. Но нет, никакой серии Competition Edition не будет. Так почему же BMW сделала новый M5 тяжелее и медленнее предыдущей версии F90? Всё дело в целевых показателях выбросов. Изготовителям приходится затягивать пояса и создавать автомобили, которые выделяют меньше CO2, чем раньше, и оснащать их гибридным двигателем, как одним из наиболее эффективных способов добиться этого. По крайней мере, они не уменьшили объём двигателя нового M5, как это сделали AMG. Установив двухлитровый двигатель в свой C63. Среди прочего, в BMW хотели, чтобы гибридным двигателем этого автомобиля пользовались в то время, как некоторые другие производители спортивных автомобилей пошли по пути использования гибридной системы лишь для улучшения характеристик. BMW хотели, чтобы люди могли наслаждаться автомобилем в поездках в электрическом режиме на довольно большие расстояния. Поэтому на его электрической тяге можно проехать более 65 километров, благодаря большой батарею. Ну, или относительно большой. И ёмкость 18,6 киловатт-часов. Недостаток — дополнительные 205 килограммов веса. Но если подумать о том, как люди могли бы использовать M5, то, знаете, можно прийти к мысли, что автомобиль весьма полезен. Встать рано утром и шумно отъехать, не беспокоя соседей. Этого можно добиться только в электрическом режиме. Лично я, фанат спортивных автомобилей, ненавидел бы короткие поездки на этой машине. Приходилось бы зря прогревать двигатель. Поэтому на короткие расстояния я ездил бы только в электрическом режиме. Ну, а если бы мне хотелось покуражиться или поехать на большие расстояния, я бы задействовал двигатель. Хотя это всё разговоры в пользу бедных. Более ощутимым преимуществом этой гибридной системы, вероятно, станет повышенная экономия топлива. Да, понимаю, что владельцев М5, скорее всего, не волнуют цены на бензинные поворотники. Но, по крайней мере, это означает, что нужно будет реже заправляться. Другой хорошей чертой М5 является то, как он выглядит. Первое, что следует отметить, этот автомобиль шире стандартной версии М5. Фактически он чуть шире более старого М5. Его колесные арки придают ему крутой вид, в сочетании с этим капотом, похожим на капот М3. Мне очень нравится его дизайн. Решётка переднего радиатора похожа на решётку i5-M60. Она имеет подсветку. По этому поводу у меня смешанные чувства. Хотелось бы думать, что я не буду её включать, но вот если бы у меня такая машина была, я бы ездил с ней, включив подсветку. Говоря о решётке, у М5 настоящие воздухозаборники установлены вот здесь. Они менее характерны для BMW, но самая большая разница, я думаю, заключается в этой нижней решётке радиатора, на более агрессивном бампере, с огромными отверстиями воздухозаборников. Лёгкий сеанс фистинга, чтобы проверить, настоящий ли они. Этот настоящий, настоящий, и этот настоящий, настоящий. Спереди выглядит очень агрессивно. Единственная вещь, которая мне не очень нравится, это то, что вот эта камера напоминает мне бородавку. И эти большие панели, скрывающие за собой радар и всякое разное для круиз-контроля. Что-то они подзабыли проработать эту часть получше. Борта автомобиля располагаются низко над землей, ведь серьёзный. 20-дюймовые легкосплавные диски спереди, 21-дюймовые сзади. Но самая большая новость заключается в том, что эта панель, это боковая юбка, это задняя панель, и это изготавливаются на заказ для М5. Одно заметное отличие от предыдущего поколения М5 — отсутствие фальшивых жабр по бокам, а также шильдика М5. Логотип нанесён здесь, в задней части. А ещё можно заметить, что у машины есть карбоновый пакет, поэтому боковые зеркала в карбоне. Но вне зависимости от выбранного дизайна М5, типа вентиляции, ещё из карбона выполнена важная деталь — крыша автомобиля. В стандартной комплектации машина имеет панорамную стеклянную крышу, но если вы хотите максимальную спортивность, вы можете захотеть и её. Хотел сказать о том, как она понижает центр тяжести, потому что она легче. Но для автомобиля весом 2,4 тонны это не играет роль. Третья и заключительная часть карбонового пакета относится к задней части. Это спойлер на багажнике. Если у вас нет карбонового пакета, то этот спойлер будет чёрного цвета. Я, правда, немного разочарован, что в отличие от М3, карбоновый пакет не даёт карбоновый задний выхлоп. Кстати говоря, о выхлопе, который, очевидно, изготавливается для М5 на заказ, я не уверен насчёт дизайнерского решения разделить его посередине. Я догадываюсь, почему он так сконструирован. Если этот М5 можно оснастить фаркопом, который будет выдвигаться здесь, то если бы выхлоп был таким же, как на М3, вам просто не удалось бы это сделать. Тяговое усилие этого автомобиля — 2000 килограммов, что вполне нормально для гибрида. Другую вещь, которую они изменили в задней части М5, это, очевидно, шильдик М5. Пару шильдику М5 спереди. В целом, задний бампер шире. Единственное, в чём я здесь не уверен, — вот эта деталь. Могу сказать, что они не хотели делать фальшивые выходные отверстия, как это сделал Мерседес, поэтому они вставили сюда катафоты, но выглядят они для дизайна чужеродным. А вот что мне нравится — счетверённые выхлопные трубы. Очень-очень симпатичные. Тут совершенно нет никакой фальши. Они абсолютно настоящие и очень, очень широкие. Я даже могу просунуть туда руку. Будто роды у коровы принимаю. Похоже, пришло время послушать холодный запуск двигателя. Очень недурно. Одна из моих любимых особенностей М5 — это новая М-анимация на приборной панели, когда вы садитесь в машину. Мне нравится. Я в восторге от этого. Да, такое есть только в М-серии. Просто супер. Но это не единственная вещь, которую BMW поменяли в интерьере салона М5. Здесь руль в стиле М. И похоже, что его обод чуть тоньше, чем у М, но всё же пухловатый. Нижняя часть плоская с логотипом М. Но эта деталь будто из дешёвого пластика. Также я чуть разочарован лепестками. Они пластиковые, в то время как на М3 углеволоконные. Также есть большие кнопки М1 и М2, которые можно самостоятельно настроить. Например, во время езды можно нажимать на них и включать нужный режим. Здесь у вас указатель центра. Да уж, он просто необходим. Придает спортивный вид, не так ли. Ещё здесь куча других М-фишек. Скажем, логотип М на контроллере iDrive. Красная кнопка запуска, красные значки внизу, просто для усиления спортивной атмосферы в нашем салоне. Но ещё больше это подчёркивают спортивные кресла. Стандартные комплектации кожи от Marina. Они определённо дают ощущение крутизны и комфорта, и хорошо охватывают тело. И, конечно, подсвечиваемый логотип М5. Также приветственные огни с логотипом М. Они загораются, когда вы открываете дверь. Логотипы М на порогах, и необходимый триколор М на ремнях безопасности. Алюминиевые педали. А ещё особые для серии М приложения информационно-развлекательные системы. Например, М-Лабтаймер. Проекционный дисплей в стандартной комплектации с М-Графикой. А ещё М-Графика здесь на главном дисплее водителя. Жаль, пока не могу на нём поехать. Задний ряд кресел обшит той же кожей марина, что и переднее кресло. М-полоски на ремнях безопасности. Стандартно устанавливается стереосистема Bowers & Wilkins, что прекрасно. Можно выбрать потолок из алькантары, дающий хорошее ощущение. Хотя это бессмысленно, если в стандартной комплектации панорамная стеклянная крыша, которой, очевидно, нет у этой машины. Интерес представляет увеличенное на 20 мм место для коленей, по сравнению со старым М5 из-за чуть увеличенной колёсной паз. Поэтому ощущается, что место есть. Расстояние до потолка прилично, много места для коленей, всё довольно комфортно. Мило? Я знаю, о чём вы думаете. Всё это дополнительное пространство сзади увеличивает размеры автомобиля. Это ещё одна причина, почему она тяжелее всех когда-либо выпущенных М5. Весь этот дополнительный вес влияет на ощущение от вождения. Инженеры подразделения М-компании BMW говорят, нет, не влияет. Оно будет таким же, каким должно быть ощущение от М5. Потому что мы значительно улучшили ходовую часть. Возможно, с таким вот немецким акцентом. Ну, вы поняли. И сейчас я расскажу вам о них. Адаптивная подвеска занижена. И эта подвеска М-спорт увеличенной жёсткости, которая была специально подогнана под этот автомобиль. Опоры двигателей и распорки передних стоек были усилены. Соединение переднего подрамника и рулевой рейки жёстче для улучшения отклика. Задний мост и распорки стоят жёстче. Стандартно устанавливается задняя подруливающая подвеска. Чтобы справляться с увеличенным весом, можно заказать карбонно-керамические тормоза. И, конечно, для нового М5 BMW доработала система полного привода 5-й серии. Хотя, как и ранее, остался режим заднего привода для гибридного дрифта с дымком. У М5 остался один недостаток. Это его цена. Всё же каждый новый автомобиль значительно дороже, чем заменяемая им модель. И эти новые батареи для гибридной технологии обязательно повлекут за собой резкое повышение цены. Правильно? Но нет. Уходящая модель без всякой гибридной технологии стоила 108 тысяч фунтов. Этот экземпляр дороже всего лишь на 2 тысячи фунтов. Его цена начинается со 110 тысяч фунтов. Этого я не ожидал. Вопрос лишь в том, будет ли он ехать лучше предшественника. Это покажет лишь время. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайк. Если вы хотите посмотреть другие ролики, нажмите на подсказки. А если вы хотите легко продать свой автомобиль, просто нажмите на логотип CarVaugh. Спасибо за просмотр.